У навышальных установок Мазырского района один и день безпеки подшался без лишнего ажиэтажа. Мэтанакерованная работа по створению беспечных умов для школьников и наставников тут проводится постоянно. Причем одночасово по некольких накерунках. С опытом работы района ознайомился Олег Сентюров. У плане створения беспечных умов у навышальных установок 16-го Мазырского середину школу можно назвать узорной. Тут сопрады есть на что поглядеть, починающая от 9-й системы видоназирания. На 98 камерах бачены как пришкольный участок, так и все калидоры внутри будинка. Сегодня у администрации школы кажут об ожидании установить такую систему и в классах, что дозволит оборонять правы как наученцев, так и наставников. Есть негативная со стороны некоторых учащихся такая информация, что учитель где-то незаслуженно обидел учащегося, либо незаслуженно поставил какую-то отметку. Поэтому, когда происходит запись на видеокамеры, можно всегда доказать правоту учителя и быть защищенным. Но у ХАУ Мазырского района экспресс-линейки, звичайно, они проводятся у сельских школах, где можно одночасово собрать разом практически всех вушников и наставников. Забороненных тем нема, размолва по всем, что хвалю я. Такие состречи дозволяют не только на место выражать широких проблем, а и часто примушают молодых людей переглядеть свои поводины. Удивительное явление, когда дети собираются вместе с учителями на обсуждение этой темы, у них возникает чувство доверия. И они раскрываются, раскрепощаются. У отдела адукации, спорта и туризма Мазырского района Камо-Перекананы, что эпизодичными акциями створить в школах безопасные умовы нельга, необходимо мыта накерувана, учить детей реально оценивать на вакуумное сяродье и принимать адекватное решение. Причем, это повинна быть суместная работа батьков и наставников при умове их высокого авторитета у детей. Махновецкая средняя школа установа невеликая, у всех около 80 учеников. Разом с тем, такая компактность моя и свои плюсы. Наставники добро ведут об усим, что отбывается с наученцами о школе и за ее стенами, и могут оперативно реаговать на любую ситуацию. В выпадках, когда наученцы игноруют потребования старейших, тут не памятуют. Конечно же, нужно соблюдать субординацию и никогда не ставить себя в такие рамки, как будто бы я являюсь подругой для ученика. Для ученика я учитель, взрослый человек, человек с опытом, который приходит на урок, чтобы вести урок и давать ему знания. Ученик должен это понимать. И еще одна тема, на которую сегодня звертается повышенная увага – находжение школьников в социальных сетках. Причем, часто заниматься этим пытанием приходится без допомоги батьков. Если у сельской местности низкая компьютерная письменность дорослых не позволяет контролировать детей, то горожане часто просто игноруют этот процесс. Разом с тем, количество деструктивных групп в интернете не смешается. Социальные сети нужно обязательно контролировать как со стороны родителей, так и со стороны правоохранительных, специализированных на этой работе органов. Потому что, к сожалению, действительно очень много негативной информации учащиеся получают через социальные сети. И родители многие просто об этом не знают. Поэтому состояние наших учащихся тревожности, депрессии, агрессии, конечно, в большинстве своем идет из интернета. Олег Синчаров, Йоген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Мазарский район.